вот это миг 3 да кто его остановил его останавливали вообще это общий такой проект фонда крылатая память победы руководитель президент фонда это осетинский борис леонидович находится в москве и занимается розыском в архивах самолетов работой с поисковыми группами обнаружением сбитых самолетов после этого подъем этих самолетов далее это все попадает в предприятие которое называется авиареставрация там директор этого предприятия генеральный берс владимир андреевич и вот он с группой работников авиареставраторов это на мой взгляд очень специфичная работа занимаются доведением восстановлением этих всех летательных аппаратов до летных образцов кто кроме вас на сибирске может поднять такой символ ну поднять может я думаю много посадить это проблем с этим то фактически полета на этом на миг третьем выполнялись мной и полет выполнялись напарником нашим летчиком-испытателем руководитель секционного центра мосекин игорь александрович это самолет миг-3 самолет лошадь лейтенанта крапивка самолет был сбит значит от озером селигер при обороне города сташка значит было сбито три самолета из них два самолета с гибелью летчиков потерпели катастрофу на этом самолете лейтенант остался живой спаси вынуждены обсадками не вынужден он с парашютом по хипоте потому что повреждения самолета были такие конечно если там находился вряд ли он спас после летчик-испытатель причем летчик-испытатель со званием да как это звание звучит заслуженность к испытатель россии много таких насилия я думаю да достаточно носились и и в новосибирске тоже но тем не менее один из самых опытных в новосибирске пилотов ну в части вот конечно таких самолетов великой отечественной войны наверное да на сегодняшний день вообще вы считали или у вас же посчитано сколько типов самолетов вас летательных аппаратов летать нам более 30 до типов летательных аппаратов от вертолетов планеров и вертолеты и планеры автожиры и самолеты подобные и посерьезнее потяжелее и даже вы умудрились полетать на дирижабле а такая штука по моему называется sky wing кажется этот костюм который но это нет парашюты и подобные вещи для более смелых разумных людей недостаточно смелых мы нет я кстати должен быть осторожным очень много смелых летчиков-испытателей заканчиваем специфика работа то есть прежде всего осторожно для спать самое главное свойство на мой взгляд а вообще вот для что мне нравится в мужчинах я этот вопрос как-то хотел попозже задать но мужчинах но мне сложно сказать мужчины и женщины ну чего я думаю у каждого шика есть свои достоинства и свои недостатки поэтому наверно есть человек вот какое-то свойство после которого вам не хочется общаться с тем я думаю это может быть какой-то временное такое периода если человек остаются осадок негативный но он прежде всего наверно возникает при случае какого-то взаимного неприятия тогда конечно временно с человеком надо прекратить общаться и ждать когда это возможно когда не появится желание то есть правильно ли я понял у вас врагов таких долгосрочных или на всю жизнь нет я безусловно стараюсь эти всех вещей здесь бегать более то для каждого человека конечно моя основная задача это находить преимущество и максимально развивать подчеркивать их и максимально скрывать недостатки недостатки для человека это такая проблемно уязвимая вещь но с другой стороны как говорят у нас же недостатки это продолжение наших достоинств зачастую я об этом и говорю что нельзя сказать однозначно это плохо это хорошо если в одном месте плохо в другом месте хорошо главное найти где это хорошо и не обращать внимание на плохо вы много лет директор научно-исследовательского института одного из самых уникальных может быть за уралом точно самые уникальные в россии таких немного какие свойства летчика мешает вам быть директором ну наверное вот это желание куда-то полететь основная задача поскольку моя жизнь конечно связана с летной работой естественно вот это географическое перемещение но с одной стороны безусловно существо не находиться здесь внутри уделять внимание работе хотя на самом деле вот это такая подвижная работа она позволяет как раз понимать все проблемы которые существуют стране по регионам соответственно это все позволяет правильно делать целеполагание наших работ поэтому как человек который находится в командировке хотелось бы быть поближе к родным но из-за того что надо решать какие-то серьезные задачи приходится претерпевать эти решать а как часто директор семья садится за штурвал вот сколько у вас полета в год или вы часами мерить да у нас часами довольно таки часто порядка 200 250 часов год мне удается выполнить по городу это полеты это испытательные или просто перелететь куда-то в большей части наверное испытательный но поскольку все по сути перелета у нас они в основном связаны с испытательной деятельностью 100 или иной то что очень много мне приходится летать вот на этих рематоризированных кукурузин как на новых самолетах на боевых самолетах как они выглядят пройдем посмотрим что у вас здесь расскажу расскажите вот коротко здесь у нас миг 3 на самолет на котором александр покрышкин встретил войну в сорок первом году и первый год воевал на этом сегодня это вертолет ансад кстати извините вам не доводилось попробовать на ракобрика на ракобри нет я думаю интересно ну безусловно на любом самолете интересно полетать попробовать это вертолет не нас не российский это российский пускай выпускается в казани название просто вертолет требует доработки и пока для них работы нет поэтому законсервирован состоянии это гидросамолет а у нас самолет в с 2 м с это вариант ремоторизации нашего кукурузин к американским двигателем он это переоборудована гидро самолет вариант поплавковом шоссе вот сейчас мы заканчивали установку поплавков на самолет дальше будут проведены летные испытания последствия вот обучены подготовлены летчики самолет будет работать умение мест а есть такие случаи когда вы берете на себя вот нельзя другому пилоту вы говорите нет я полечу но все первые вылеты новых доработанных но созданных самолетов все первые вылеты делают со мной как раз по той самой причине что наверное это одно из самых больших преимуществ меня как директора что я могу сам значит пройти все вот эти этапы первого вылета на самолете он достаточно сложный потому что именно в процессе этих первых рулежек пробежек подлетов определяя определяется правильность принятых и реализованных конструкций решений безусловно если что-то идет не так я уже лично принимаю решение доработки того или нового элемента то есть это безусловно вопрос ответственности но для меня он большей степени важен тем что этап летных испытаний это по сути финальный этап реализации любого проекта и в случае неудачно закончившихся летных испытаний проект может быть закрыт если мы потеряем самолет затраты на создание нового самолета настолько велики что все может быть закрыто и нереализован поэтому практически все что у нас поднимается в институте я обрету вы сам есть еще и руководители таких такого рода научно-исследовательских заведений может быть не только в россии который вы знаете чтобы они летали сами ну во всей армии командир полка он всегда летающий и вплоть до командиров нет я про нее я просто говорю что это не исключительно задать руководитель летчик например в армии это обязательное требование как раз по той самой причине что условиях боевых действий на мой взгляд очень часто приходится принимать решение между безопасностью полетов и решением боевой задачи и вот как раз человек летающий может адекватно оценить можно ли на неисправном самолете вылететь для того чтобы где-то сбросить какие-то бомбы и решить боевую задачу то есть вот в армии это я думаю вызвано вот эти вот у нас в авиастроении еще у нас был летный сельский институт во главе которого как правило стоял человек летающий летчик испытать вот но последние три года традиции нарушены потому что говорить авиастроение то наверное я единственный из летающих руководителей дача посмотри это пчелка это пчелка ан-14 это самолет у нас находится на реставрации на восстановление сейчас мы отправили когда-то в польшу помогу выпускали не так 14 выпускали в киеве мы их было выпущено а позже на 20 28 польшу ан-2 и 28 были переданы для выпуска в польше вот а этот самолет мы надеемся отремонтировать моторы и ближайшее время будем проводить выполнять вот это у нас самолет як-40 как раз гибридная силовая установка сегодня работа что значит гибридная у нас будет носовой части на этом самолете установлен электрический двигатель который будет работать с использованием явление сверхпроводимости полупроводников то есть там будет стоять система которая азотом будет охлаждать элементы этого двигателя для того чтобы существенно повысить как бы то его работу значит два двигателя боковых это будут американские моторы средний двигатель он будет заменен с и 25 на двигатель ты вы 217 слова привет а мог можем пока владимир день что там общается я все-таки сделаю вступление мы находимся в 7 дня это один из больших корпусов не самый большой но тоже очень впечатляющий здесь находится гражданская техника поэтому здесь можно снимать институт занимаются конечно и военной тематикой здесь когда-то и бураном занимались и современные боевые самолеты если я правильно догадываюсь тут испытываются или можно что-то создается мы еще об этом поговорим пришел я давно хотел уже здесь побывать и поговорить с владимиром евгеньевичем борцук очень необычный человек он не только летчик испытатель он директор института уже много лет и он еще депутат городского совета это такой повод для разговора но мне кажется о политике мы еще успеем поговорить и могут об этом поговорить избиратели с ним а вот по про авиацию про то каково быть летчиком это мне очень интересно и думаю интересно его давайте посмотрим на железяки я вырос когда-то в военном городке и авиации неравнодушен авиации все рационально продумано надежно и красиво когда-то туполев сказал что некрасивый самолет летать не будет или он сказал что хорошо летает красивый самолет вот в этом смысле это конечно уникальная вещь миг 3 давайте посмотрим в кабину что если попросить туда за есть это был один из современных для на 41 годах советских самолетов на котором встретили великую отечественную войну многие наши летчики в том числе как сказать было сказано и покрышки я тут немножко сказал продолжая вот спортивный самолета это су-31 до самолет на фюзеляж самолета су-31 установлено новое цельнокомпозитное крыло которое значит по аэродинамике было продуктов на нашем предприятии ну и с участием нашего института это сделано было это крыло то есть там основная задача была сделать более подвижное крыло с точки зрения шнапарных характеристик вот это не случайно так более а нет этого раз сервокомпенсатор для снятия нагруза на элерон и вот это тоже одна из таких особенностей в отличие от старого смотрю крыло должны будем облетать если все будет нормально мы доведем в органы управления для того чтобы можно было крутить хорошо пилотаж пилотаж и дальше уже перепроектирование фюзеляже а вы участвовали когда не спортивных соревнований по пилотажу или что-то такое соревнованиях нет на пилотаж я летаю я не как бы сказать четким мне кажется вот эти все специализации они узконаправлены поскольку летчик-спытатель должен отлично летать на чем что летает и не очень отлично то что летать не можно поэтому мне такое более общее значит понимание я должен на любом аппарате вертолет самолет авто автожир или еще чего-то просто в безопасно сесть взлететь и снять с него характеристики пилотаж это очень специфичная такая деятельность да она требует упорных тренировок и прочее против но садите вот извиня есть известные соревнования когда на маленьких спортивных самолетах на скорость летают там среди препятствий спортом занимаетесь заболеете за что-нибудь я болею за меня моя вся жизнь это лётная работа я ничего не началась это болезнь болезнь чего началась болезнь началась вот детской мечты с увиденных самолетом нет нет жизни мне повезло что мне сразу начать увидев вами 15 я сразу понял что я буду летчик вот еще я запомнил этот момент и с той порой у меня никаких не было там колебаний туда не туда мне была основная проблема это мой возраст на потому что я был маленький пять лет я поехал в парашютную где это было это в берске был я поехал в пять лет на аэродром значит увидел как сейчас помню днина васильева кизу она до сих пор работает подошел начал выяснять как вот летать в аэроклубе нагрет в аэроклубе то еще там долго надо 18 лет а вот приходи в парашютистов 15-16 лет можно будет прыгать и я помню возвращался с аэродрома страшно огорченный мне было пять лет это буду еще три жизни прожить мне это было просто сильное расстройство моральное но она не просто осталось я постоянно что-то как-то там пошел клеить модельки потом в девять лет нет стало неинтересно в 10 лет я увидел объявление о наборе юношеской планерной школы в 10 лет я пошел туда можно было с 14 лет поступать в юношескую планерную школу вот я пришел дошел до валерий михалыча рыцарева он тогда заведую рассказал видимо понравился он сказал ладно мальчик ходи занимайся вот и вот я с 10 лет с осенью ходил слушал значит лекции шиша виков у нас был главный инженер константин игоряч он очень интересно у него до ребятишек донести именно и конструкцию планер аэродинамика именно поэтому у вас институте есть школа или как это называется конечно поэтому я собственно говоря выпускник это юношеской планерной школы я конечно мы с она к вам сюда переехала да они не приехал она была утрачена 93 до 4 год то есть во время перестройки все было утрачено изготовление планиров методика подготовки ребятишек методика летного обучения нормативно правовая вся документация то есть это все канула как говорится не было слове но я когда стал директорами первую очередь начал заниматься этим вопросом мы подняли взяли журнал модели из конструктора несколько выпусков изготовили несколько этих планиров бродин с тем причем я настаивал чтобы не меняли никакой конструкции сделать именно так как это было это деревянные планера и ребятишки всегда значит с этими планерами управлялись обслуживали ремонтировали в случае поломки вообще как у вас здесь а вы из а вы из каких откуда ваши предки вот откуда такое стремление к нему вдруг возникло что-то заложено у меня нет корней авиационных у меня нет ни родителями отец был одним из конструкторов под руководителем кб не военного на берском электромеханическом заводе мама у меня то же самое было сначала инженером лаборантом а потом руководителем лаборатории на этом же самом заводе я жил в берске аэродром был рядом вот и конечно значит в отличие от желания мамы чтобы я стал инженером я пошел совсем в другую сторону поэтому нельзя сказать что у меня вот как-то там наследство летчик а бы современный летчик сам не может быть не не может не быть не инженером нет ну здесь тоже есть очень такой есть очень тонкая грань люди которые очень хорошо разбираются вопросах как инженеры на очень часто значит отстают вопросах летной работы да тут очень это все не не непростая тема сочетание хорошие инженеры хороший летчик это очень редкое сочетание конечно в испытательной работе если это попадается да то как правило появляется выдающиеся летчики-испытатели, да, их много вот, но если говорить о каких-то серийных полетах например, о типовых полетах, то конечно там иногда вот детальное знание, значит, инженерных вот этих там моментов, оно конечно может составлять проблемы к сожалению Понятно, и вы ведь не только вы не только директор, вы не только летчик вы еще и депутат, общественный деятель получается, но кто-то заметил что вы мало выступаете, или практически не выступаете на сессиях, почему? Я первое человек не публичный с учетом специфики работы предприятия второе, все-таки я сторонник решения вопросов таких индивидуальных то есть, на мой взгляд наиболее эффективно всегда значит реализуются проекты, которые на первом этапе прорабатывают со всеми согласовываются находится какое-то компромиссное решение а дальше в обычном установленном порядке голосуются, то есть я не человек значит протестных технологий вот значит я все-таки больше человек, который настроен на какой-то вот такой созидательные шаги, на конструктивизм во всех этих отношениях поэтому, как правило, на сессию всегда выносятся уже проработанные решения все же говорить все детали но дело не в том, что же говорить да, просто все, значит проекты, они как правило прорабатываются на комиссиях на этих комиссиях и происходят основные диспуты если человек на сессии выскакивает с неожиданным каким-то протестным заявлением это говорит о том, что он не принимал участие в проработке этого вопроса на комиссиях соответственно это свидетельствует именно о поверхностном понимании вот этого вопроса поэтому сессия это как раз на мой взгляд такая формальная процедура затверждения достигнутой договоренности поэтому вот наверное из-за этого но чему-то вас научила депутатская работа вы же сколько лет уже были это первый раз да? ну я с 15-го года в первый раз оказался в депутатах безусловно я как в процессе депутатской работы для меня по-новому значит наверное открылись вот эти горизонты значит городской жизни да? то есть я познакомился с огромным количеством людей руководителей тех же самых депутатов огромное количество направлений взаимодействие с органами исполнительной власти это тоже огромный опыт тоже можно критиковать их сколько угодно да? но на самом деле понять проблемы сегодняшние для меня они как раз понятны да? и подумать каким образом можно помочь для того чтобы достичь каких-то там своих совместных целей в интересах горожан в интересах избирателей вот это опыт для меня он конечно очень ценный поэтому огромная помощь ну я не говорю о том что это вот работа девочек моих да? там помощница депутата и помощника то есть тоже это огромное количество избирателей с которыми мы контактировали которым нам в конечном итоге все-таки удалось помочь причем безусловно большое количество именно пенсионеров это большое количество людей которые например инвалиды которым действительно у кого-то и ребятишек нет им помочь некому да? поэтому я думаю наверное взаимное решение с одной стороны партия оценив какие-то мои сегодняшние достижения и позицию даже не сегодняшние а 15-го года предложила принять участие в выборах от партии единой россии с другой стороны для меня партия единой россии это наверное единственная партия в стране которая создана для обеспечения управления страной первым лицом поэтому для меня однозначно и очевидно значит роль этой партии функция этой партии как обеспечение значит работы первого лица первое лицо вот вы летчик работаете часто один или в экипаже кажется в авиации возможно ли что-нибудь кроме единого вначале? вот не оттуда не авиационная ли это привычка что должен быть один командир корабля? нет ну и безусловно это я думаю во многом для меня плюсы и упрощают все мои жизненные принципы что я действующий летчик испытатель я человек который привык работать в коллективе в экипаже я как раз тот самый человек который понимает что значит демократия в экипаже очень часто заканчивается достаточно плачев особенно в условиях каких-то сложных таких аварийных ситуаций или там при решении каких-то сложных ограниченных задач в экипаже все если направлено на обеспечение выполнения решений командира экипажа тогда значит есть шанс выйти из сложной ситуации своевременно ее оценить понять даже если ты допустил ошибку неправильно принял решение вовремя увидеть что решение принято неправильно и значит поменять и довести до безопасного окончания полета можете привести пример вот в реальный полет чтобы вот такая ситуация когда все на командире от командира зависит плюсы-минусы ошибки или наоборот у нас у них много таких ситуаций ну что от нового приходит например у нас был с моим напарником Игорь Александровичем Масейкиным полет на самолете у которого в процессе взлета три раза произошел отказ двигателя его перезапуск причем со стороны за нами наблюдал командир эскадрильи пограничников самолетов таких же и видел вот порядок взаимодействия простое распределение обязанностей я следил за тем чтобы самолет значит не коснулся земли и не скапотировал Игорь Александрович следил за тем чтобы мы не потеряли скорость и не свалились в штопор а кто был командир командиром был я Игорь Александрович был помощником ну вот двигатель автоматически три раза перезапустился в процессе этого значит у нас взлета при этом мы поэтапно отключали систему за системой для того чтобы определить все-таки причину отказа в конечном итоге на третьем значит этапе отказа двигателя мы нашли причину значит привели систему в исходное состояние и устранили и устранили и полетели сколько времени это продолжалось это продолжалось 25 секунд 25 секунд три раза мы выполняли фактически вынужденную посадку первый раз на озеро ушли второй раз значит во враге третий раз на автостраду но при этом значит спокойно без шума системно работали если бы кто-то из нас у кого-то из нас сдали нервы например хотя бы маленько убрал рычаг управления двигателем со взлетной мощностью то мы бы как минимум самолет сломали в те секунды было не до дебатов ну конечно никаких дебатов как раз вот я и вторым летчиком очень много летаю да и вот как раз я всем говорю что самый хороший второй пилот это командир потому что он понимает что требуется от второго пилота даже если командир совершает ошибку принимая неправильное решение задача второго летчика донести ту информацию которая позволит своевременно командиру обнаружить что все-таки решение было принято неправильно и значит принять правильное решение не устраивать дебаты а правильно подавать информацию на основании которой похоже работать депутаты в чем-то вот на работу второго пилота или вот в системе управления ну вряд ли депутат является вторым пилотом в системе управления да депутат все-таки Это в большей степени человек, который представляет интересы избирателей. Но при этом, обладая вот этими функциями, наверное, какими-то там контрольно-надзорными, все-таки основное для депутата это находить вот эти компромиссы и понимать все стороны. Для того, чтобы с одной стороны, те, кто обязан выполнять какие-то работы и действия, их с удовольствием выполняли, а с другой стороны, для кого это все необходимо, получали то, что обязаны сделать исполнительная власть. Но были ситуации, что вы первому лицу давали понять, что он неправильно действует или что-то такое, как второй пилот первому, скажем, в мэрии или губернатору? Нет, ну, безусловно. Когда возникали какие-то там спорные, сложные ситуации, безусловно, мы выходили, с Антолием Евгеньевичем я встречался, без, как бы лучше сказать, значит, вот этой негативной критики, да, с пониманием ситуации, обстановки, значит, мы доносим все, как говорится, информацию, да, и находим какие-то там партии. То есть надо отдать должное всегда, реакция исполнительной власти, она практически всегда достаточно нормальная, правильная. Ну, опять, все зависит от того, если ты приходишь с критикой, это одна история. Если ты разбираешься, в чем проблема невыполнения того или иного, значит, там, наказа, значит, или там какой-то задачи, и понимаешь, где тут слабое место, и приходишь с конструктивом, да, поясняешь, ну, давайте мы здесь усилим, потому что это все может негативно отразиться там, там и там. Да, все это спокойно решается в рабочем порядке. Это, я думаю, в этом и есть основная задача, основная работа. Можете вы себе представить, что вы, или, может быть, было такое, когда вы видите, что первый пилот, который у нас президент, принимает неправильные решения, или обладает недостаточной информацией, что бы вы делали, что вы будете делать? Ну, безусловно, мы пытаемся всеми методами, которыми мы можем, донести эту правильную информацию. Но, опять, есть разные пути решения, да. Первое, это, значит, публично критиковать, так сказать, верховную власть. На самом деле это совсем неправильно, да, потому что для православного человека, как сказано, если ты видишь недостоинства, значит, своего руководителя по иерархии, да, то твоя задача это недостоинство скрыть и помочь как-то их преодолеть. А если ты видишь достоинства, да, то, значит, это все как раз надо подчеркивать. То есть то, что присуще человеку, все наши нестроения, все наши немощи, да, вот они как раз от человека, но не от верховной власти. Поэтому, как правило, это не является какими-то публичными, значит, демонстрациями, да, но, тем не менее, там по своей линии мы готовим доклады, материалы, мы представляем самолеты, очень тактично докладываем о том, что, значит, надо здесь уделить внимание, здесь уделить внимание. Поэтому, вот как бы так, без афиширования. Вот, к примеру, вот у вас здесь есть аппарат, который бы как раз можно было бы показать в качестве такого иллюстрации, вот в этом корпусе. Ну, вот это самолет, который нами создан. Давайте подойдем к нему, расскажите. Научно-сельских работ. Подожди, это полностью ваша конструкция, вашего института, да? Да, это самолет, который мы в результате научно-сельских работ сначала спроектировали, впоследствии изготовили, потом подняли, включили, да, сейчас подойдем, потом подняли воздух, вот, провели летное испытание, установили, что это один из самых, значит, на сегодняшний день продвинутых и один из самых экономичных самолетов в этом классе. Соответственно, когда начался вопрос проработки запуска в серийное производство этого самолета, оказалось, что очень много рисков при реализации этого проекта. То есть у нас два года назад отсутствовали материалы, да, например, композитные, для того, чтобы пройти сертификацию. У нас была огромная проблема с самой системой сертификации. Отсутствует нормативно-правовая база для, значит, сертификации летательных аппаратов такого класса из композитных материалов. У нас проблема с двигателем стоит американский мотор. У нас проблема с авиономикой. То есть, в общем, в связи с изменившейся ситуацией нашей, вот, геополитики, да, запускать сразу с ходу в серийное производство этот самолет, это достаточно рисково. Поэтому, естественно, значит, авиационная промышленность приняла решение работать со старыми металлическими конструкциями, которые понятны, которые подлежат сертификации. Вот, и, соответственно, ориентироваться на какой-то двигатель, который будет отечественного производства. При этом он, безусловно, меньшей мощности. То есть проблема в двигателе. Ну, и двигатель. Тут очень много проблем, но они сегодня комплексно не решены. Поэтому, с одной стороны, мы сделали фактически передовой летательный аппарат. С другой стороны, этот аппарат, он, значит, как самолет из будущего, да, сегодня технологически мы не готовы к его серийному запуску. А, он опередил время в чем-то? Ну, не то, что он опередил время. То есть здесь применены самые лучшие международные мировые технологии. То есть самолет с использованием припряговой технологии, с автоклавным формованием, например. Конструктивно-силовой набор самолета выполнен по этой технологии. Вот, в России она пока еще не имеет ни материалов, ни опыта, ни технологии сертификации вот этого созданных элементов конструкции. Поэтому, просто для того, чтобы запустить его в серийное производство, нам надо подтянуть большое количество и нормативно-правовой документации, да, и вопросы, связанные с изготовлением, с выпуском материалов и прочих вещей. Сейчас это все решается. То есть для МС-21 сейчас будет отечественный материал, из которого будет изготавливаться крыло. То есть мы надеемся, после появления вот этого материала мы его сможем применять, в том числе и для, значит, изготовления вот этого самолета. ТВС, два ДТС, это как расшифровывается? Ну, это турбовинтовой самолет, два члена экипажа и демонстратор технологий серийных. То есть здесь, в этом и был смысл, взяты, значит, максимальные современные технологии, которые существовали на момент 17-го года, когда мы проектировали этот самолет. То есть он, по сути, является продолжением Ан-2 и на том же самом двигателе, с той же самой мощностью, 1060 лошадиных сил, с тем же самым расходом топлива, 220 литров в час. Если наш ремоторизированный Ан-2 летит со скоростью 210 км в час, то этот самолет летит со скоростью 280-300 км в час. При этом старый наш кукурузник, он везет полторы тонны грузов, у этого самолета грузоподъемность серийного самолета планируется до трех тонн. То есть вот с одной стороны мы оставили этому самолету все самое лучшее от старого доброго Ан-2, у него такие же короткие дистанции разбега и пробега. С другой стороны мы фактически на 30% увеличили скорость полета и в два раза увеличили грузоподъемность. Соответственно, это все делает эффективность работы этого самолета в 4-5 раз выше по сравнению со старым... Спрос на эти самолеты есть? Такие самолеты? Опять, спрос появляется на товар. Товар появляется после того, как у тебя есть серийное производство и он сертифицирован. Именно отсутствие возможности сертификации этого самолета и организации серийного производства не позиционирует его как товар. Поэтому говорить о спросе решения. За кем стоит проблема? Кто должен решить по сертификации? Кто это может? Это вопрос президента или это вопрос директора? Ну, президент, я думаю, не должен в такие мелочи погружаться. С президента мы попросили единственное, чтобы проект мы не закрывали, чтобы нам позволили работать. И мы дальше будем как раз заниматься над подготовкой плацдарма в отрасли для появления серийного производства цельнокомпозитных самолетов. То есть, по сути, можно говорить о том, что, например, Boeing 787 – это полностью цельнокомпозитный самолет фирмы Boeing. Мы имеем аналогичный самолет, только в другом классе. Boeing 787 – это, на самом деле, большая революция. Можно считать, что это ваш ребенок, вашего института, по крайней мере? Ведь когда АН-2 был создан, тоже здесь? АН-2, да. Антонов, когда был руководителем Сибня, он как раз занимался созданием, продувкой. Первый вылет самолета АН-2 был здесь. Вот КБ работал, аэродинамики работали в том корпусе, где у нас сегодня кабинет аэродинамической трубы. Это все наши дети. Вот он не один, это же у нас целая линейка самолетов. Начиная от старого доброго кукурузника, его еще тоже, планер с тряпочного крыла, значит, он совсем не, на мой взгляд, не выбран полностью. Этот самолет отлично может на авиационно-химических работах летать, использоваться, да, и равных, я думаю, ему нет. Относитесь ли вы вот к чему-то такому одухотворенному, я не знаю, к самолету? Или это вот такое изделие, которого… Нет, ну, я уже говорил где-то, да, что, конечно, как нормальный профессиональный человек, я должен ко всему, значит, вот, подобному относиться, как к машине, да, но как человек с какими-то слабостями, как летчик, безусловно, мы каждый самолет одухотворяем, это факт, да, потому что, ну, в кабине мы переживаем очень много таких сложных моментов, которые для летчика не просто даются, да, значит. И многие мне рассказывают, что на самом деле это вот работа в кабине, это такое молитвенное состояние, да, человек, это если все хорошо, слава тебе Господи, да, вот, если чего-то там туча сгущается, становится плохо, то Господи Иисусе Христе помил мне грешного, да, вот примерно так. Ну, что, приходилось буквально молиться в самолете, о спасении там, я не знаю, или о содействии? Ну, что такое самолет? Вот, ты можешь хорошо все, что угодно рассчитать, как, куда лететь, да, но после этого ты взлетаешь, набираешь высоту и сталкиваешься со встречным метром, например, 200 км в час. При полете 3 часа ваша дальность уменьшается на 600 км. Это значит, что ты для того, чтобы дойти до аэродрома назначения, например, ты приходишь фактически с минимальным остатком топлива, без возможности ухода на запасной аэродром. Если в этот момент на аэродроме назначения начинается портиться погода, то обращаться тебе некому. Ты начинаешь, так сказать, обращаться на самый верх, для того, чтобы... Помогает? Помогает. А вообще, скажем, вы к нему обращаетесь, к аппарату, как имя какое-то, или как вы его, может, называете как-то в полете? Ну, я думаю, таких сентиментальных моментов нет. Но мы все понимаем, что самолет тебя может привезти, а может не привезти. У меня очень много в испытательной работе случаев, когда вот заруливаешь, значит, выбираешь себе самолета. У меня в Мочище вот на этом самолете был случай, когда я вместо 5 посадок сделал 4, подошла гроза, я зарулил, самолет обслужили, заправили. И перед следующим вылетом, я уже собирался в него садить, происходит разрушение правой стойки шасси. Она просто отваливается, выяснилось, что там скрытый дефект. Я не понял, это в полете было или на земле? Это на земле было, это перед выруливано. То есть, если бы я делал пятый полет, то он закончился непонятно как. Самолет, он в нашем понимании, что он может тебя привезти до дома, и после этого развалиться и разрушить. Характер у него есть? Безусловно, один самолет такой летучий, другой не летучий, более тяжелый. У каждого самолета, конечно, свои особенности. На одном сложно сесть, потому что у него... Ну, я думаю, наверное, с какими-то связанными техническими особенностями, где-то чего-то получше покрасили, где-то похуже. Но у каждого, конечно, свой характер. Один постоянно ломается, другой никогда не ломается, довозит тебя до места, а только потом какие-то проблемы возникают. Вот сейчас, предположим, из всего, что вы летали, или вы думали о чем-то полететь, вот в сей момент, сбывается мечта, вот сегодня. Куда бы вы... на чем вы хотели полететь прямо сейчас? Просто для себя? Или для дела? Для себя вы такой сложный задаете вопрос. Под задачу. Мне нравится. У меня нет любимчиков, я сразу скажу. Есть, единственное, что, конечно, есть, как мы с Игорь Александровичем, с Масейкиным всем рассказываем, самолет делится на две категории. Первая категория – это когда ты получаешь удовольствие в момент, когда ты в него садишься, чтобы полететь. И вторая, значит, категория – это когда ты получаешь удовольствие, когда ты вылазишь из кабины после полета, после того, что все закончилось благополучно. Но это все зависит от сложности. Конечно, все самолеты хорошие, типовые, серийный самолет Туз-34, Як-40 мне очень сильно нравится. Вертолет Ми-8, я с удовольствием на вертолет летаю. Эти самолеты тоже сложные, они с историей, они тоже сам по себе. Полет, он идеологически очень важен, поэтому… Жена вообще, как вы познакомились с ней? Она уже знала, что вы летчик-испытатель или тогда еще вы не были испытателем? Как она к этому всему относится? Ну, тут вопрос сложный. У меня вторая супруга и первая, и вторая. Они знали, что я летчик. Первая, когда я знакомился, я был просто летчиком. Вторая, я уже был летчиком-испытателем. Любите девочки отважных летчиков. Помните эту песенку или как-то, наверное, так? Так это что было? Ну, какой… Это романтика была связана с летным делом или с характером? Нет, я думаю, тут летная работа вряд ли в том и в другом случае сыграла роль. В большей степени, я думаю, формат личного общения. Ну, кстати, ну вот мужчина в коже, он такой мужественный летчик всегда. Это вообще брутальный образец мужской красоты? Ну, или нет? Я думаю, здесь вот, как говорится, хочется надеяться. Ну, и, конечно, в дальнейшем жизни она показала, что, безусловно, отношения со мной, мои близкие люди, они выстраивали женщины. Совсем из других, я думаю, критериев и причин. Потому что я в быту достаточно тяжелый человек, сложный. Безусловно, для меня на первом месте самолеты. Если надо будет заниматься семьей или летать куда-то на самолете, выбор будет в пользу. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, наверное, даже не столько самолеты, сколько то дело, которое тебе доверено. Самолет это люди. За всеми самолетами стоит огромное количество людей. Просто сам по себе полет это как бы вершина работы большого коллектива. Понятно, что летчик-испытатель, но с точки зрения каких-то там моментов, связанных со славой, он снимает сливки, потому что его видят в кабине. Но на самом деле за каждым самолетом стоит не одна сотня инженеров, которые проектировали, создавали, строили. И поэтому, когда я говорю, что я выбираю самолеты, они для меня главные, конечно, в первую очередь, это те люди, которые стоят за этими самолетами. Очень хороший финал. А я еще не успел спросить, все-таки, может, добавлю. Дети. Кто у вас? Дети, внуки есть? У меня есть и дети, есть и внуки. У меня старшая дочка, она закончила регентскую школу в Труссергиеве Лавре. Полтора года она отработала в лошке в храме регентом хора. И после этого ее откомандировали в Австралию на приход в Русской Православной Церкви. Где она, соответственно, выслали замуж за русского австралийца. Ну, собственно говоря, где они сейчас уже нам выдали трех внучек. Внучки у вас австралийки? Да, австралийки. Но здесь опять она не убежала, она была отправлена в командировку. Там она, опять же, так или иначе взаимодействует с приходом, занимается детским хором. Часто вы с ними не видитесь? Ну, не часто. Мы по скайпу разговариваем, по ватсапу. То есть так общение происходит. Но приезжать, к сожалению, часто не получается. Далеко отсюда? Даже для летчика? Да, даже для летчика. Ну, тем более сейчас вот эти все ситуации с коронавирусом, все позакрывалось. И сын младший, он закончил Краснодарское летное училище. Сейчас он служит в Астрахани, Центр боевой подготовки. Старший лейтенант, командир звена, женат. Ну, настроен на испытательную работу. То есть по стопам пошел? По стопам, да. Летать, причем он начал. Опять же, 13 лет у него первые полеты начались. Я никакого влияния на него, я думаю, морально никого я не воздействовал. Потому что у меня как раз понятно, если человек не лежит душа к летной работе, это... А, то есть вы его не уговаривали ни туда, ни обратно? Более, ну, я больше даже обратно уговаривал. Я ему говорил о том, что надо внимательно посмотреть над своими, как говорится, возможностями. Да, вот, потому что очень у многих летчиков дети как раз не очень жалуют вот летную работу. Я с этим сталкиваюсь. И очень много у меня примеров, когда человека насильно пытались вот отправить летать, и все это не очень хорошо заканчивалось. Поэтому это его самостоятельно. Снятся вам полеты? Во сне летаете? Ну, да. Летаю во сне. Это на месте прям пилота или прямо... Ну, причем летчикам, да. Это обычная ситуация. Бывают и ситуации разные. Снятся я... А снится сам, полет такой стационарный снится, или какие-то проблемы? Нет, проблемы. Полеты часто снятся. Просто лечу и лечу, да? Ну, не лечу, а где-то чего-то, заход на посадку. Какой-то отказ, отказ двигателей. То есть это все во сне бывает. Взлет какой-то со сложных этих самых аэродромов такие вот вещи. То есть это в подсознании сидит, получается? То есть и во сне голова работает? Где-то в подсознании, где-то чего-то, я думаю, что какие-то разгадки получаешь. Так или иначе во сне. Конечно, голова, она в любое время работает. Ну, бывает. Вот если бы не летчик, а кем бы стал барсук? Ну, у меня была девушка в школе, которая со мной рассталась. И мы уже через несколько лет, я начал выяснять, почему. Вроде это самое нравилось все. Оказалось, что мне сказали, что я не пройду медкомиссию и не смогу стать летчиком. И на вопрос, когда она мне задала, что хорошо, а кем ты будешь? Вот если не будешь летчиком, кем ты будешь? То есть я подумал две минуты, сказал, что летчиком. То есть я ни кем себе не представляю, кроме летчика. Я даже эти варианты не насмотрел. Спасибо, очень хорошо. Посмотрим? Можно снять сейчас. Это модифицированный Ан-2, как я понимаю? Да. По проекту с монгольским предприятием «Монголия» на аэрграмп-дэндустрии. Примерно так выглядит сегодня, как кабина современного нашего кукурузника. Это система синтетического видения. Все мониторы имеют возможность работать в режиме тачскрина. У самолета очень огромные системы. Вернее, много систем. Три системы резервирования. Каждый прибор. Вот этот, вот этот и вот этот. Работают от своих гировертикалей. То есть они получают информацию о пространственном положении антенны. В принципе, по оборудованию самолет не намного хуже сегодняшних современных пассажирских самолетов. Боинги, Ербасы. Это разработка вашего института? Ну, нет. Авионика, это авионика фирмы «Гармин». А вот это все полностью. Фонарь, эргономика кабины. Это все наше. То есть мы долго. У нас на том самолете кабина похуже. Вот здесь уже фактически типовая кабина, которую мы заморозили и будем предъявлять сертификацию. А самому самолету сколько лет? Ну, этот самолет, ему, наверное, лет 25-30. То есть он проходит оценку состояния конструкции. Бергаль, обтяжка крыла убирается. Просматриваются все силовые элементы конструкции. Если где-то есть какие-то разрушения, трещины, это все ремонтируется, меняется. После этого обтягивается. Красится. Ну и по сути самолет приводится в исходное положение. То есть основное преимущество самолета Ан-2, это просто огромная ремонтопригодность этого самолета. То есть мы имеем возможность хорошо проинспектировать и очень хорошо отремонтировать этот самолет. Если сверху металлическая обшивка, то надо понимать, что ее можно, значит, для того, чтобы отремонтировать, надо расклепать все. Но если расклепать, то проще там склепывать новый самолет. Сколько он еще после этого может пролетать? Ну, этот самолет, у него выработано порядка 50% ресурса. То есть он может летать порядка 10 тысяч часов. 10 тысяч часов для самолета этого класса это 10 лет. Что посоветуете человеку, который хочет стать летчиком? Как можно раньше определиться, что ты хочешь стать летчиком? И начать заниматься изучением вопросов. Как можно раньше прийти в юношескую планерную школу, пройти все дисциплины, которые связаны с конструкцией, с аэродинамикой, с метеорологией. Начать полеты. Вот я начал полеты в 11 лет, не жалею об этом. 11 лет начали, то есть у вас уже почти 45 лет стажа? Ну, получается, да. Почти 45 лет уже. Как будете отвечать? В рабочем порядке, в рабочем режиме. Хорошо, спасибо большое за разговор. Вот такой летчик-барсук. Кстати, а фамилия откуда такая необычная? Барсук, да, она обычная фамилия. У меня прадед в 1908 году во время Столыпинской реформы из города Могилев, Белоруссии, Могилевской области. Они прибыли в Сибирь, в село Верхмельтюш, где и обосновались. Вот отсюда фамилия Барсук, значит, белорусская фамилия. Ситуацию в Белоруссии смотрите? Я смотрю, ситуация сложная, конечно. Надеюсь, что, конечно, белорусы не скатятся до украинской истории. А что в Украине плохо? В Украине плохо то, что мы не дружим с Россией. То, что Украина не дружит с Россией. Все-таки мы родственные народы, исторически мы были вместе. И вот это разобщение. Я сейчас не хочу вдаваться. Нет, нет, я просто ваше личное отношение, потому что получается у вас белорусский клуб, белорусская фамилия. Да, я... Вот мы летали когда в Германию, мы летели через Белоруссию. Много, так скажем, родного я увидел. Но, на мой взгляд, у белорусов, конечно, совсем другая ситуация. Белорусы сохранили промышленность, у белорусов сохранено сельское хозяйство. Белорусы самодостаточные. Конечно, есть настроение, как бы, и сегодняшние, как говорится, власти верховные, да. Но надеюсь, что они хорошо все и правильно пройдут. Вот. Белорусы сильно отличаются. У них, на мой взгляд, нет вот таких антироссийских настроений, да, в большей степени. Все-таки, если мы даже возьмем 41-45 год, белорусы не стали создавать каких-то там непонятных бригад, которые были в Украине, да. А белорусы ушли в партизаны, очень сильно подстрадали от фашистов. Но, тем не менее, русских они не знали. Ну, надеюсь, что не скатится все до этого. Примерно вот такое мое мнение в отношении... Ну, хорошо, это текущий политический момент. А мы сейчас с вами в самолете... Это Ан-2 просто, да? Это самолет-легенда 570. А, теперь так у вас называется. Это ваш бренд такой, легенда. Да. Ну, мы говорим о том, что вообще тема Ан-2, бипланов, это легенда. Она еще... Корни идут из По-2. Всем я рассказываю. У немцев был Шторг, такой легкий самолет с коротким взлетом и посадкой, который служил для перевозки старшего офицерского состава, ну, какие-то совещания, и эвакуации летчика. А у русских был самолет По-2. Это деревянный биплан, на котором и обучали летчиков, и самзадания оказывали, и эвакуировали летчиков, и еще женщины наши, да, значит, ночные наши, так сказать, ведьмы, да, сбросили 50% боеприпасов, сброшенных с этих самолетов Ан-2. Вот что такое биплан По-2. Да, да. Вот что такое биплан, значит, в российском исполнении. Тоннаж, бомб, половина была сброшена с По-2? Ну, 50% боеприпасов сброшено было с По-2. Девушки выполняли по 8-9 вылетов в день. Они летали ночью. То есть над территорией, над своей, они набирали высоту, полторы-две-три тысячи, после этого выключали двигатель, тихо пересекали, значит, линию фронта, сбрасывали боеприпасы над, значит, целью противника, после этого запускали мотор, и на малой высоте, малой скорости, да, фактически уходили. И это все в полной темноте? Да, это все было в полной темноте. Они не брали парашютов, потому что можно было взять лишние, там, значит, одну-две бомбы. Вот это все делали, там, 18-23-летние девчонки. За По-2, за биплан фанерный русский, значит, немцы платили в полтора раза больше, чем за сбитый российский истребитель. Вот, поэтому это легенда. Биплан, русский биплан, это легенда. Я думаю, у вас еще много легенд, о которых мы обязательно поговорим. Мне кажется, мы поговорим сегодня про летчика Барсука, почти не говорили о директоре, но еще интереснее вот эти легенды, у каждого летчика есть что рассказать, свои и другие истории. Поговорим как-нибудь? Поговорим. Спасибо большое за разговор. Ну, друзья мои, я побывал там, где давно мечтал побывать, Сибня. Здесь поговорил с одним из самых, может быть, легендарных, можно сказать, летчиков Новосибирска, Барсуком. И посмотрел вот эту вот замечательную технику, вы знаете, запах авиационный. Тут надо побывать, чтобы получить удовольствие. Спасибо вам за внимание. Я еще интерес к видео вам покажу. Приглашайте. Я снова говорю о том, что, пожалуйста, кандидаты, депутаты, я готов устроить вам интервью, дебаты. Давайте смелее поговорим. Или расскажите вот о том, что до вас близко. Всего доброго. Ваш Тимур Ханов. Новосибирск. Авиационный институт. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...